Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Здравствуйте! Сердечно всех вас поздравляю с началом весны духовной, так называют Великий пост святые отцы, с действительным временем, когда мы по-настоящему живем, по-настоящему духовно и душевно оживаем, как оживает весной всякая природа. Много мы уже говорили о посте, неоднократно говорили о его сути, о его содержании, подступали к Великому посту и с точки зрения богослужения, его особенностей. Сегодня хотелось бы поговорить о главной молитве Великого поста, которая читается во все дни, кроме выходных, молитве Ефрема Сирина. Эта молитва будоражила, восхищала очень многих людей и даже вполне себе светских. Например, Александр Пушкин написал о ней, что ни одна молитва его так не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни священные Великого поста. Всех чаще она ему приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Это он писал как раз о молитве Ефрема Сирина. Поговорим об этой молитве с нашим гостем, православным священником, протереем Андреем Вичкановым, клириком храма святых Бориса и Глеба. Здравствуйте, отец Андрей. Здравствуйте. Вот действительно церковь как мать нас учит молиться. Церковь как мать нам очень многие вещи ставит на вид, назидает и своей милосердной рукой к чему-то подводит. Нет ничего случайного в церкви, тем более нет ничего случайного в богослужении. Уж если церковь избрала эту молитву, молитву Ефрема Сирина, как, наверное, главную молитву Великого поста, через нее нам, верующим, что-то церковь хочет сказать, соборная апостольская церковь. Давайте с вами вспомним вообще, кто такой преподобный Ефрем, чтобы немножко понять, в том числе, как человек доходит до такой великой духовной мудрости, о которой мы будем с вами говорить сегодня. Да, давайте, Сергей. Ну, конечно, Ефрем Сирин, мы о нем знаем не так-то много, как можно было бы, наверное, сказать. Вот, ну, известно, что он родился в IV веке, в Месопотамии, и, значит, был неверующим человеком, и в какой-то момент своей жизни один случай, вот, а в частности, он попал в тюрьму за кражу овец, якобы. Вот, он, в общем-то, обратил его к Богу. Вот, значит, он чудесным образом выходит из тюрьмы, вот, и после этого, сказать, то есть в тюрьме, фактически, он, ну, познает Бога, то есть всем душой, всем сердцем, вот, и после этого удаляется, значит, становится пустыножителем, вот, и много времени проводит в пустыне. Вот, ну, как и все пустыножители, в общем-то, обязательно из пустыни выходили для того, чтобы, ну, скажем так, значит, свое рукоделие можно было продать, вот, за скромное очень средство и купить себе необходимое для пропитания в пустыне. Вот, ну, и заодно, соответственно, как и любой пустыножитель должен был проверять, чего он достиг в пустыне. Поэтому необходим был выход, значит, в люди, необходимо было проверить, что приобрел или, наоборот, что потерял, вот, потому что как только пустыножитель выходит в люди, понятное дело, в нем активизируются страсти, которые в нем в пустыне, значит, в скрытой, скажем так, форме, значит, пребывают, вот, но когда появляется соблазн, в общем-то, обязательно вылазит наружу. Вот, ну, вот известен такой интересный случай, когда, значит, ему встретилась, значит, женщина, блудница, вот, и на замечании как раз-таки ей, что, значит, неправильный образ жизни ведет. И вот та ему совершенно справедливо, так сказать, смирила его, сказав, что вот ты, значит, как созданная из земли, взятая из земли, да, вот смотри в землю перед собой, не смотри по сторонам. Ну, там даже такой момент, по-моему, был, что она на него смотрела, и он как раз, вот, идя в город, соблазнился тем, что она на него смотрит, а подошла и спросил, подошел к ней и сказал, что ты на меня смотришь? Вот, на что она сказала, так я жена и из ребра Адама взята, поэтому я смотрю на того, из кого я произошла, а ты произошел из земли, вот в землю и смотри. Вот, ну, да, так иначе, этот случай, он, в общем-то, Фрейм Сирену, так сказать, ну, добавлял очень важное необходимое качество, о котором мы будем говорить впоследствии, вот, о молитве Фрейма Сирена, вот, то есть смирение. Ну, или можно сказать, что смиренно мудрее, как производный, наверное, от смирения, насколько я понимаю. Вот, ну, и интересный момент, который относится, наверное, к преданию, вот, насколько он точно относится к его житию. Вот, я не знаю, но, по крайней мере, я вот вычитал такую, как бы, информацию о нем, что одному пустынную жителю было видение, вот, он видел, что с небес спустились ангелы, держа в руках свиток, вот, и им нужно было кому-то его вручить. Кому? Вот, они находились в недумении, потому что не знали, кому. Вот, и голос с неба, то есть Господь сказал им, вот, вручите моему рабу Ефрему. И, в общем-то, тогда пустынный житель побежал, нашел Ефрема, вот, и, значит, ему был вручен этот свиток, который он, значит, проглотил, вот. И то, что было написано в этом свитке, который был исписан с обоих сторон, в общем-то, стало его знанием, которое он, в общем-то, стал проповедовать, то есть разнеслось по всему миру. Ну, такое вот видение. Такое откровение было этому пустынному жителю, в общем-то. Поэтому, вот, если так подумать, да, то есть человек, который жил в пустыне, и, скажем, что мы, может быть, мы никогда о нем бы не узнали, вот, благодаря тому, что он такую замечательную молитву, значит, оставил нам после себя, то есть, в общем-то, все православное сообщество в разных странах знает этого святого. Вот. И та мудрость, которую он проповедовал, в очень, скажем так, кратко, емко, вот, и красиво, вот, изложена в молитве Ефрема Вселенной. Ну, вот, и, кроме всего прочего, он был великим экзегетом, то есть, толкователем священного писания для своего времени. Тоже, надо сказать, что, ну, для наших телезрителей, чтобы они были в курсе, что он не только одну молитву написал, вот, он написал более тысячи трудов, и, кроме всего прочего, его считают одним из замечательных христианских поэтов. Там была такая интересная история, когда, сейчас не вспомню имя, но кто-то из еретиков пытался создать новое свое лжеучение, и в качестве методы он сделал следующее. Он на тогда хорошо известные, как бы мы сейчас сказали, попсовые мелодии положил тексты своего лжеучения, лжеучебных гимнов. Вот. И начал просто петь, и люди ходили на рынки, на базары, припевали эти песенки, и сами не замечали того, как выкладывается в них вот это вот лжеучение посредством частого повторения вот этих вот песенок. И Ефрем, узнав об этом, уже будучи тогда диаконом, рукоположным святителем Василием Великим, он тоже сделал примерно то же самое, только положил на эти же самые мелодии православное учение, написал тоже вот около, по-моему, двухсот таких вот замечательных маленьких стихотворений, мы бы сейчас это назвали тропари, вот, или какие-то вот что-то наподобие псалмов. Вот. Люди ходили, пели стихи преподобного Ефрема. Ну, трудов-то у него, да, много, но переведено крайне мало. То есть, мы достаточно, немного, небольшое количество молитв переведено, вот, молитва Ефрема Сирина, ну, и, по-моему, какое-то поучение, если не ошибаюсь, вот, ну, и все. А все остальное для нас, можно сказать, что недоступным остается. Ну, вот, замечательно, тогда и подступим к тому, что нам доступно. Напомним эту молитву, да, молитва коротенькая, она небольшая, и читается, ну, порядка, десятка раз за каждым богослужением в будние дни. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, не дашь тьми, дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения, любви, даруй мне рабу твоему, ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, не осуждать и брата моего, эко благословен еси во веки веков. Аминь». Действительно, короткая молитва, действительно, она небольшая. Я вот предлагаю, ну, неспешно к ней подступиться вот к каждому из этих трех разрядов. Она как бы трехчастная, делится на то, чего Ефремус Сирин просит ему не дать, потом просит ему дать, и финальная часть молитвы просит благословения, просит дать ему видеть его прегрешение, не осуждать брата. Вот давайте поговорим о первой части, о том, чего Ефрем Сирин у владыки живота, у Господа Бога, да, у владыки жизни просит ему не давать. Ну, во-первых, сразу же встает вопрос, какое-то странное обращение, как можем мы просить у Бога не дать греха, как будто бы Господь Бог дает грех, да, не дай мне празднословия, уныния, любоначалия, праздности. Как мы ответим на этот вопрос? Потому что тот же самый вопрос возникает, когда люди читают, например, молитву Отче наш, и слышат там слова «Не введи нас в искушение». Вот как мы ответим на такой недоуменный вопрос для православных христиан? Ну, я на это смотрю как на форму, скажем так, просьбы именно избавить от этих недугов и недостатков. Вот. Ну, потому что по-другому никак не поймешь. Вот. Соответственно, значит, когда мы в этой, значит, в этой молитве мы просим, чтобы Господь не даровал. Вот самое, что интересное, как бы не перечисляются все грехи и страсти, вот, а выбраны всего лишь четыре. Вот. И, может быть, нам покажется, что это какие-то не очень-то изначительные. Вот, например, да, если человек в миру, скажем так, ну, так достаточно... Ну, так заходит в церковь, ну, обычно, как говорится, прихожанем не является, да, вот, и вдруг слышат, что мы просим избавить нас от... не дать нам дух праздности, уныния, любоначалия и пустословия. Вот. Ну, что значит не дать праздности? Вот. И значит, что мы просим, чтобы Господь избавил нас от духа праздности. Само по себе, насколько я понимаю, праздность — это такое состояние, очень-очень-очень вредное состояние души, вот, когда человеческий дух, скажем так, не занят мыслью, вот, не занят каким-то действием, то есть пребывает в состоянии ничего не делания, то есть не делает и не хочет ничем заниматься. То есть это состояние, оно очень вредно для нашей души тем, что оно мешает, ну, в общем-то, духовным каким-то начинаниям жизни человека, то есть, например, если вот мы, значит, в Евангелии прочитаем, что вот необходимо делать то-то или то-то, вот, а праздность, она, скажем так, мешает, мешает, как говорится, появиться в нас именно желанию, стремлению, потому что праздность фактически это, ну, вот, такое состояние ничего не делания, то есть не хочу делать, ничем не хочется делать, не нравится и вообще даже думать о чем-то не хочется. То есть это состояние ничего не делания. То есть человек может возмутиться и сказать, ну, как же я ничего не делаю, когда я вот работаю 24 часа в сутки? Да, наверное, было бы поправить, что именно над своей душой. То есть не хочется делать какого-то усилия духовного над собой, то есть молиться, например, то есть не хочется, да, там, понятное дело, что ты обязан, так сказать, работать, хочешь ты, не хочешь, тебе, может, работа абсолютно не нравится, но ты понимаешь, что если ты не пойдешь, ты не получишь зарплату, ты не сможешь себя как-то прокормить, свою семью, вот это, как говорится, подгоняет человека. Ну, а когда, так сказать, а духовная работа над собой, вот она подразумевает тоже глубокий труд. Вот, но, соответственно, приходишь после работы, вымотанный, вот, и там семья, дети могут быть, вот, и заниматься своей душой, особенно, когда вот состояние праздности наступает, а вообще не хочется. Хочется просто ноги положить, как говорится, на стул, включить телевизор и полностью избавиться от мыслей, обязанностей, ответственности, то есть, в общем-то, такое вот, ну, вот, праздное состояние, вот, оно очень мешает именно духовной жизни. Но я бы вот еще хотел вглядеться в это слово, потому что слово праздность употребляется в этом прошении дважды, да, то есть, не дашь мне праздности и празднословие имеют, как бы, один и тот же корень. И как вы, наверное, как вы правильно назвали празднословие, пустословие. То есть, мне кажется, еще очень такой важный момент, что праздность — это даже не просто ничего не делание, безделие. Это, по-моему, на этот аспект обращал внимание отец Александр Шмеман, вот, что праздность — это пустота, это абсолютная внутренняя пустотность бытия. Ну, то бишь, когда человек свою жизнь ограничивает только сферой этого мира. Ну, по сути дела, то, о чем вы как раз сказали, да, то есть он работает, трудится, но рассматривает свою жизнь как просто телесное существование, которое должно быть комфортным, удобным, вот, ненапряжным, забывая при этом о том, что он состоит еще не только из тела, но еще и из духа и души. И вот именно эти вещи остаются в нем пустыми. Что тогда мы понимаем под состоянием уныния? Почему вот, есть ли вообще здесь какая-то градация понарастающая, то есть праздность, уныние, любоначалие и празднословие? Или это просто слова... Ну, я думаю, что не для каждого человека здесь прослеживается какая-то связь. Вот, но на самом деле ничего не делала, не вот именно праздность. Вот, на самом деле, фактически именно из него в итоге и рождается уныние. Вот, уныние, как, значит, каким образом они связаны? Вот, праздность, оно порождает то, что человек фактически начинает замыкаться в самом себе. Замыкаться на самом себе и дистанцироваться от людей, от их духовных проблем, потому что так или иначе, вот, необходимо, соприкасаясь с, значит, людьми в этом мире, вот, необходимо делать над собой усилия. К этому подвигает всегда совесть. То есть кому-то нужно чем-то помочь. А праздность, человек, он не хочет делать над собой усилия. Он не хочет вникнуть в скорбь другого человека, в его нужды, на что подвигает, по идее, совесть. Вот, а праздность, она подвигает человек как раз-таки замкнуться на собственных нуждах, вот, на том, что мне нужно, а то, что там кому-то что-то нужно, вот, человек не хочет делать, как говорится, над собой усилия и подвигать себя в сторону любви. Вот, в итоге замкнутость порождает то, что возникает полная потеря контакта с окружающими людьми и желание использовать человека просто как средство для достижения собственных целей. Человек замыкается в самом себе, вот, перестает, как говорится, общаться именно так, как нужно общаться, душа в душу, вот, относится к человеку как к средству достижения, собственных целей, вот, и как вследствие чего фактически, в общем-то, обретает то состояние, о котором, в общем-то, мы и говорим, то есть вот впадает в уныние, в отчаяние, то есть такой тяжкий духовный недуг, вот, который, в общем-то, как говорили святые отцы, уныние, оно мешает, не дает человеку вот именно начать жить духовной жизнью, то есть как бы высасывает в него духовные силы, можно так сказать. Уныние равняется тождественно бессмысленности существования, то есть утрачивает человек в этой ситуации, вот, в состоянии, в этом состоянии, главный ориентир или нет? В принципе, как и в ничего не делании, так же и уныние, получается, ориентир, как бы один и тот же, это замкнутость в этом мире, это нежелание, в общем-то, двигаться в сторону, в сторону, значит, Бога, в сторону духовной работы над самим собой, то есть это, в общем-то, ну, крайняя ограниченность человека. В общем-то, этим они, я думаю, что и связаны. Следующее тогда состояние, явление греховное по Ефрему Серину, «Любоначалие». Переведем, может быть, для начала славянский, вот это вот славянское слово для людей, что значит «Любоначалие» и, собственно, о нем. Ну, «Любоначалие», в общем-то, оно, любовь к начальству, любовь к власти, любить, значит, управлять, любовь к тому, чтобы раздавать распоряжения, вот, но, опять-таки, «Любоначалие», они связаны с первыми двумя перечисленными, значит, страстями, грехами, связаны как раз-таки, ну, в общем-то, получается, что я вперед немножко забежал уже, да, и к «Любоначалию» перешел, вот, потому что «Любоначалие» — это фактически есть, как бы, дистанцирование от человека и использование его в своих целях. В общем-то, если так коротко говорить, наверное, так лучше было бы сказать. Ну, и мне еще кажется, что когда человек, если мы вот уже сказали, что праздность — это некая опустошенность, уныние, кстати говоря, тоже рождается из некой пустоты, вот, из внутренней какой-то опустошенности. Человек, в полном смысле слова, даже иногда, мне кажется, может и не диагностировать себя. Уныние как потеря надежды. Да, ну, потеря надежды, упование, и самое главное, конечно же, вот некого вектора, куда двигаться. То есть человек, пребывая в этом состоянии, может быть, именно потому и ничего и не делает, потому что не знает, в каком направлении ему двигаться. То есть, собственно, есть утрата из фокуса зрения Господа Бога. И вот когда, мне кажется, из фокуса зрения теряется Господь, то есть тот начальник мира, властитель, вот, тот, кому должно как раз воздаваться и честь, и слава, да, якобы подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, то неизменно человек на место Бога начинает ставить себя. То есть вот результатом вот этой внутренней опустошенности, потери меры, некой меры всех вещей, да, потому что Господь одновременно и меры всех вещей является, этой мерой человек ставит себя самого. То есть и результат вот внутренней опустошенности, конечно, мне кажется, именно поэтому является любоначальным. Ну, кстати, в унынии есть еще такая черта, вот, которая мне сейчас вспомнилась. Вот это видение всего мира и окружающих людей в черном цвете. Когда человек замечает только плохое во всем и во всех. Вот отсюда, в принципе, и рождается, наверное, негативное отношение к любому человеку, отсюда и происходит дистанцирование от человека, и, ну, и, соответственно, как-то в этом мире надо жить. Соответственно, если я к людям отношусь как, ну, как по мере-мере, как к скотине, например, да, то есть теряется всякое уважение, отношение, соответственно, надо относиться так, чтобы это было полезно мне. Отсюда, в общем-то, и порождается, наверное, и появляется любоначалье. Ну, вот. Ну, вот как-то вот мы связали третьи вещи, у нас просто не так много времени до конца эфира уже остается. Надо успеть сказать и о празднословии, оно как-то стоит здесь достаточным особняком. Ну, да, да, получается, что особняком стоит. Ну, празднословие — это, как сказать, праздные слова, сказанные в праздности, то есть не приносящие человеку никакой пользы. Вот. Поскольку мы с вами знаем из Евангелия, что Господь сказал, что мы за каждое слово дадим ответ, вот, поэтому каждое слово в нашей жизни имеет огромный вес и огромное значение, потому что за все, что мы скажем, мы будем давать отчет. Вот эта мысль была бы, конечно, очень полезна для каждого из нас, потому что в наше время, в нашем мире мы видим, что слову не придается никакого значения. Никакого значения. Слова сыплются огромным потоком в этом нашем информационном мире. Вот. И отсюда появляется такое заблуждение, что, ну, а что такое празднословие? Ну, подумаешь, я сказал там слово, там, ну, скажем так, о ком-то, о чем-то, или, ну, не о Боге, не о вере, не на пользу себе. Ну, и что в этом такого? Вот кажется, что на самом деле в этом нет ничего. Но Господь, Господь не слово, оно пребывает неизменно. Господь сказал, что все-таки за каждое слово мы дадим отчет. Почему? Потому что слово — это величайший дар Божий, который нужно ценить, вот, из-за которого, в общем-то, придется потом давать ответ. Ну, в общем и целом-то мы, конечно, с вами являемся, ну, то есть христианство является религией и слово. Вот. Потому что и Бога мы называем Бог-слово, слово стало плотью. Вот. И мы уже как-то в наших предыдущих передачах это отмечали, что у нас в центре алтаря лежит Евангелие, не икона. Слово Божие. Да. То есть тогда, когда на престоле не стоят святые дары, тело и кровь, на нем лежит Евангелие. И мы его кодим, мы его почитаем, мы его целуем, мы ему поклоняемся, так же, как иконик, так же, как святыня. Поэтому, безусловно, нас Ефрем Сирин в том числе призывает подумать о словах, потому что слова — это мы и есть сами, то, что мы из себя представляем, да, как и сказано в Писании, от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. То есть что ты говоришь является образом твоих мыслей. Вот. Если из твоих уст льется брань, осуждение постоянное, какая-то распри, какие-то распри или какая-то вот действительно ерунда, смехотворство, высшее, наверное, проявление вот этого пустословия мы наблюдаем в юмористических всякого рода передачах, вот, когда вот эти вот все юмористские там игры словами обесценивают вообще человеческое слово. В этом, в этой шелухе очень сложно найти какие-то зерна. Вот, к сожалению, наш эфир на сегодня подходит к концу. Отец Андрей, спасибо вам за ваши ответы. Немножечко резюмировать бы мне хотелось для вас, дорогие телезрители, сказанное сегодня. Преподобный Ефрем, это так называемый протомонах, потому что он немножечко жил раньше появления самого монашества, но жил в пустыне, жил уединенной жизнью, был крайне смиренным. Ставит нам сегодня на вид главное, наверное, содержание человеческой духовной жизни. Мы прежде всего, как сегодня правильно сказал отец Андрей, призваны выйти из той системы самозамкнутости, которую сами выстраиваем, из тех стен, которыми себя обвели, из той внутренней пустоты, из своего желания первенствовать и сделать себя мерой всех вещей. Мы должны собраться в том числе и оценить каждое свое слово, каждый образ своей мысли. И вот в этом заключается, возлюбленный во Христе, смысл и содержание Великого Поста. Как видим, ничего Ефрем Сирин о чревоугодии не говорит. То есть наше воздержание, гастрономическое воздержание от пищи, всего лишь подспорье для какого-то более важного духовного делания. Желаю вам об этом в том числе помнить. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова